Всем огромный привет! С вами Таня, и в сегодняшнем видео я хотела бы вам рассказать про итальянских женщин моими глазами, какими я вижу их. Сразу немножечко оговорюсь, чтобы вы понимали, в Италии в принципе очень сильно ощущается разница между югом и севером, то есть здесь, допустим, сицилиец-южанин будет очень-очень сильно отличаться как внешне, так и по характеру, допустим, от жителей северной Италии, от тех, кто живет в Милане, в Тоскане и так далее. То есть я сразу оговорюсь, что я живу в центральной части Италии, я живу в Риме, и, соответственно, рассказывать я буду именно про римлянок. Итак, первый пункт. У нас в России всегда было принято считать, что... Я когда переезжала в Италию, у меня было такое убеждение, что итальянки это такой эталон красоты, они законодатели моды, но на самом деле, когда я сюда приехала, мнение мое немного поменялось. То есть, на мой взгляд, итальянки, римлянки, поясняю, да, такое небольшое отступление, итальянки, которые живут в Риме, они, на мой взгляд, в большинстве своем некрасивые, как правило, они очень-очень худенькие, такие с огромными носами, потом они очень любят солнце, соответственно, как правило, женщина где-то к 35-40, здесь уже... у нее уже очень много морщин от солнца, то есть они очень такие смуглые, могут... на пляже я видела, то есть они часами лежат под палящим солнцем, даже зимой на горнолыжных курортах, вот они сидят, загорают постоянно, соответственно, кожа у них, как правило, очень быстро старится, и итальянка в 40 уже, на мой взгляд, выглядит где-то лет на 45, это минимум, то есть такие вот они сухенькие, худенькие, морщинистые, и, соответственно, не знаю, для меня это далеко не эталон красоты. Но, несмотря на это, итальянки всегда очень самоуверенные и самодовольные, у них это идет родом из детства, дело в том, что детей, девочек в частности, воспитывают, девочек даже далеко, далеких от стандартов красоты, воспитывают в полнейшем обожании, то есть бомбиной восхищаются, все ей любуются, то есть она уже с детства растет с таким сознанием, что она королева. Плюс ко всему, в Италии, в принципе, мальчиков по количеству больше, чем девочек итальянок, расхватывают всех на лету, то есть, по сути дела, им не нужно лезть из кожи вон для того, чтобы завоевать мужское внимание, то есть они вырастают такими королевами, завышенной самооценкой, очень сильно в себе уверенные, им, по сути дела, все равно на общественное мнение, то есть хочет она себе купить короткую юбку, пожалуйста, ей все равно, что про нее подумают, если вам не нравится, это ваши проблемы. Но, как правило, итальянки именно в Риме я не видела красиво одетых, таких, как мы привыкли думать, законодателей моды, модных. Я бы разделила здесь на две части итальянок, то есть итальянки молодые, где-то, ну где-то до 45, да, как правило, они не заморачиваются насчет одежды, а про каблуки я вообще молчу, то есть итальянки, чтобы они ходили на каблуках, но это должен быть какой-то праздник, и то не всегда, то есть в повседневной жизни вы никогда не увидите итальянку на каблуках, они одеваются просто, удобно, они никогда не поступят со своим комфортом ради красоты. Но итальянские сеньоры, как их тут называют, такие уже взрослые женщины, бабушки, у них, видимо, наступает какой-то момент, когда они начинают вот одеваться прям очень элегантно, то есть бабули итальянские, они всегда при параде, с маникюром, всегда с украшениями, с прической, очень приятно на них наблюдать, а за ними наблюдать, а вот итальянские молодые девочки и девушки, на мой взгляд, они вообще вот не заморачиваются, причем у итальянок очень популярен такой стиль а-ля Total Black, то есть часто можно видеть полностью в черном итальянку, начиная от футболки и заканчивая сапогами, тут, кстати, они очень любят носить такие тяжелые кожаные сапоги даже летом, я этого никогда не понимала, это вот чисто итальянская фишка, то есть среднестатистическая римлянка где-то 30-35 лет, она будет не особо ухоженная, всегда одета в черном и особо за собой не следящая. У меня есть несколько знакомых итальянцев, которые бывали в России, и они всегда восхищаются, один мне рассказывал, как он утром, значит, в будний день спустился в метро и увидел, как по морозу русские девушки на каблуках при полном параде идут на работу, он так восхищался. Ну, на самом деле, то есть здесь россиянки, и в принципе, ну не только россиянки, славянки, да, считаются очень красивыми, и в сравнении с итальянками, соответственно, наши девушки считаются намного более привлекательными. Ну и теперь, что касается поведения самих итальянок, то есть здесь часто они себя ведут именно мужловато, если в России девочки всегда воспитываются так, что они знают, что они должны быть хозяйками, покладистыми, они должны уметь поддерживать в доме уют, порядок. Итальянки так не воспитываются, то есть их здесь воспитывают, я бы сказала, никак. Девочка вырастает, девушка уже, да, с полным отсутствием понятия, как вообще нужно вести домашнее хозяйство, как убираться дома, и здесь на самом деле часто можно видеть такую картину, когда, допустим, в дом приходит домработница, то есть у моих знакомых итальянок очень часто, у большинства даже, у них есть домработница, которая приходит раз или два в неделю, убирает, просто потому что итальянки к этому сами не приучены, их не приучают голодить, заправить постель, то есть они такие немножко безалаберные, и в принципе у них здесь, я бы сказала, матриархат, то есть, ну точнее, такая демократия в сторону матриархата, то есть в семье женщина имеет свой голос наравне с мужчиной, для мужчины нормально абсолютно прийти вечером, приготовить ужин, закинуть, не знаю, белье в стиралку, убраться дома, то есть здесь в принципе женщина и мужчина в семье они на таких равных позициях, не то чтобы мужчина здесь подкаблучник, но как бы женщина может вполне сказать, знаешь, милый, я тоже как бы работаю, так что давай-ка ты сегодня приготовь, и как бы мужчина не будет возмущаться. В Италии в принципе права женщины очень сильно защищены, и что касается браков, здесь при разводе большая часть достается женщине, и даже если вы находитесь не в браке, но у вас есть общие дети, то есть закон всегда на стороне женщин, то есть мужчина будет обязательно обязан выплачивать алименты, и в отличие от России, то есть если вы не расписаны, вы можете забыть про свои алименты и так далее, нет, здесь права женщины очень сильно поддерживаются, то есть женщины здесь имеют силу, и мужчины это знают, то есть к женщинам такое больше что ли здесь уважение, и в семье нет такого, что ты вот женщина, давай-ка ты тут за ребенком следи, убирай, мой, готовь и так далее, нет, здесь в воспитании детей принимают участие как мама, так и папа, итальянцы в большинстве своем очень хорошие отцы, и поэтому женщины в принципе здесь чувствуют себя достаточно хорошо, вот, я надеюсь вам понравилось это видео, также у меня есть инстаграм страничка, где я пишу про Италию, подписывайтесь на нее, ссылочку я оставлю под видео, также подписывайтесь на этот канал, ставьте мне лайки и до встречи в новых видео, пока-пока!